Благословите друг друга, братья и сестры, и присаживайтесь. Чудесное время, чудесный день. Любим Иисуса, аминь. Любим Его присутствие, любим Его Дух. Бог, давайте помолимся, чтобы Дух Святой сейчас помог нас, помог нам, чтобы мы могли, читая Слово Божие, уразуметь все тайны, которые Бог нам сегодня открывает. Аминь. Наш дорогой Дух Святой, Отец Небесный Иисус, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, открывай наши сердца, помоги, Господь, просто дай нам понять глубины Твоей, Божьей. Если Ты не откроешь, никто из нас не может. Кто может рассказать о Тебе, Господь? Кто может уразуметь, если Твой Дух не откроет нам? Пусть сегодня на этом месте целит атмосфера любви, радости, мира и понимания, Господь, чтобы пришел Дух Святой и коснулся к нашим сердцам, чтобы это Слово, Господь, просто коснулось нам, и мы набрались этим терпением, которое так иногда нам не хватает. Благослови нас, Отец. Аминь. В уповании и терпении великое воздаяние. Кто из нас хочет полностью получить то, что Бог приготовил для него? Кто из нас хочет, чтобы Божий Дух настолько четко говорил к нам, чтобы мы его так понимали, просто чтобы мы понимали, что это Он. Мы все хотим. Я тоже хочу так. Но знаете, что иногда нам мешает этого получать? Это наше терпение. Знаете, однажды я услышал такой пример, когда один из наших учителей, самый лучший, рассказал одну историю, как он отправил своего внука посадить фасоль. Как мы вечером посадили фасоль, утром рано он уже стоял у градки, выкопал этот фасоль, посмотреть, выросло или нет. И испортили все. Знаете, очень важно, я сейчас чуть-чуть поговорю о терпении, смотрите, у нас упование, терпение, чтобы было великое воздаяние. Я хочу попробовать донести Духом Святым то, что Бог сегодня хочет, чтобы мы так поступали, так жили, потому что терпение – это плод Духа. Почему? Смотрите, долготерпение – это плод любви, а терпение – это кротость. Видите, только кроткий человек может терпеть, уповать, довериться. А кротость – это и есть плод Духа, да? Получается, кротость – плод Духа, а терпение, то есть, состоит из кротости. То есть, если человек, он не кроткий человек, он буйный человек, он все время будет возмущаться, и он никогда не дождется своего благословения. Мы сейчас прочитаем очень много таких мест, которые нам даст понимание, как дальше двигаться, как жить вообще в этой жизни, тем более в это время, когда все вокруг просто говорит о совершенно неуверенной жизни. Люди, многие думали, если будут иметь денег, то это им поможет. Деньги им тоже не помогли. Никто им не помог. Только люди начали Бога взывать, они поняли, что Бог только без истины помощник наш. Только в Боге успокаивается наша душа. Я смотрел по инстаграму один человек, у которого семья погибли, через этот коронавирус, вся семья его умерла, он один остался, он вытащил, вы представляете, братья и сестры, он вытащил мешками это евро и высыпал возле себя дома на дороге. Люди даже не брали эти деньги. И он написал, а зачем они мне вообще нужны были? То есть, смотрите, враг обманывает, чтобы мы терпение и упование перевели от Бога в другое место, пустое место. Два зла сделал народ мой, меня источник жизни оставили и выкопали себя в водоеме, которые не могут удержать воду. О Божьем Царстве без терпения невозможно. Как без любви невозможно, так и без терпения невозможно. Упование имеет силу, если есть терпение. Уповаем, уповаем, а потом все. Ой, нет, не получилось, пошел. Нет, упование имеет терпение. Смотрите, Иакова 1 глава со 2 по 4 стих. Сейчас нам выведут, и мы прочитаем. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Дальше. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Четвертый. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Вот обратите внимание на 4 стих, братья и сестры. Говорится, терпение же должно иметь совершенное действие. То есть оно не должно заканчиваться наполовину. Пока ты не получил, вот посмотрите, пока ты не получил на то, что ты желаешь, твое терпение не должно заканчиваться. Это вечная жизнь. Наша задача быть со Христом, иметь вечную жизнь. И вы знаете, что очень важный такой момент. Сегодня утром я размышлял над этим словом, и Бог дал мне такое откровение. Говорит, вы понимаете, ты понимаешь, говорит, твое терпение должно иметь настолько силы, чтобы ты понимал, что твоя жизнь уже не принадлежит. У нас сколько жизней? У кого две жизни тут? Есть такой человек? У нас у всех одна жизнь, да? Ну, одна жизнь. То есть, если было две жизни, одну мы отдали бы Богу, а вторую бы у нас были на запасе и жили бы. Нет, мы имеем одну жизнь. Эту жизнь мы подарили Богу. Наша жизнь уже у Него. Он взял эту нашу жизнь и сохранит у себя. То есть, с нами больше ничего не случится. Аллилуйя! Если наша жизнь у Бога сокрыта, если наша жизнь у Него, то с нами больше ничего не случится. Почему? Потому что Он хранит нас. Он хранит нашу жизнь. Вместо этого Он дал нам залог Духа Своего. Он забрал жизнь, а Дух Святой отдал. Говорит, теперь ты будешь жить только Духом Святым. Все. Вот Он с большой буквой. Это Бог. Вот Он твой помощник. Он будет тебе вести, а твоя жизнь будет сокрыта во Мне. И когда написано явится Христос, тогда Он твою жизнь принесет и скажет, вот, написано, когда явится Христос, тогда и явится ваша жизнь. О, аллилуйя! Чудесно! Вы представляете, мы переживаем за жизнь. Кто переживает за жизнь? Все люди. Такого нету. Я понимаю, здесь есть супер верующие, которые не переживают, но я переживаю, братья и сестры. Но, знаете, Бог, почему Бог мне сегодня дал это слово, что твоя жизнь у меня в руках. Переживать все равно я буду, но моя жизнь в руках Господа, твоя жизнь в руках Господа, оно сокрыто в Нем. Поэтому нам нужно терпение. Без терпения. Если не будет терпения, скажем, Господи, ну дай мою жизнь, обратно верни, пожалуйста. Я уже не хочу, терпения не хватает. Поняли? Надо до конца терпеть. Почему? Потому что, смотрите, 4 стих. Якова 4 стих, 1 глава. Очень, очень удивительно. Здесь две части. Посмотрите. Терпение же должно иметь совершенное действие. Потому что есть результат. Чтобы, чтобы вы были совершенны, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Откуда недостаток? У нас не хватает терпения. А это очень важно. Вот проверь свою жизнь, где ты не терпишь, где ты торопишься, где ты что-то не получаешь. Знай, твое упование будет работать, если хватит у тебя терпения. И после этого есть великое воздаяние. Евреям 10 глава. 35-36 стихи. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Я потом вернусь к этому стиху. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. обещанное. Это очень важно, братья и сестры. Я хочу здесь немножко перейти на один момент такой о нашем прощении у Бога. Мы все что-то просим, да, у Бога? Посмотрите, когда мы, я вот утром встал, я написал в одной бумажке, потом все поменял, потому что вчера я молился, название Бога оставил одно, но что-то поменял. В моем воображении, в моем разуме, что-то поменялось. Я начал по-другому думать, потому что недавно Бог мне проговорил о том, что в молитве есть сила. Почему мы не имеем? Потому что мы об этом не молимся. Мы об этом, когда Рузана мне рассказала, что ты знаешь, говорит пастор, мы обо всех вещах говорим, но об этом не молимся. Мы просто увидели друг друга, мы разговариваем, рассказываем, какие у нас это, какие трудности, какие сложности, но потом двоем мы пообщались с ней, да, о наших проблемах, но мы об этом не помолились. Понимаете, вот это опасность. Бог слышит не наше ля-ля, Бог слышит наша молитва совместная, понимаете. Сколько хочешь, ля-лякай, с кем хочешь, но если ты об этом не помолишься, это не принесет никакого результата. Мы говорим о нуждах, мы много рассказываем, какой этот хороший, какой этот плохой, через что я прохожу, а молитве нету. Я после этого начал задуматься, я говорю, Господь, а как так? И Бог проговорил ко мне, потому что дьявол, посмотрите, если христиане ссорятся, дьявол просто улыбается. Есть такое, да, есть очень хорошее, мы сегодня есть в интернете, много хорошего есть, но надо быть осторожным очень. Когда христиане обижаются, дьявол просто смеется, но когда христиане не молятся, дьявол радуется. Потому что как раз в молитве силы, я написал вот такие моменты, когда мы просим у Бога в молитве, только в молитве, мы не можем просто так сказать, открыть нужду, сказать, ты знаешь, Варта, у меня такая ситуация, то-то, третье, пожалели друг друга и пошли. Они, да давай помолимся вместе, да давай, я открыл тебе, ты выслушала, предложи, скажи, давай пастор, я хочу, чтобы мы вместе помолились, потому что результатом будет только на молитву, результат или ответ придет на молитву, потому что здесь есть упование и терпение, чтобы получить это великое воздаяние. Аминь. И посмотрите, когда мы просим у Бога в молитве что-то и терпеливо ждем в духе кротости и с благодарением, то мы получаем больше, чем мы ожидаем. Когда мой сын иногда, вот я смотрю, что он правильным духом подошел ко мне, таким, ну открытость, я от него чувствую любовь. И говорит, пап, дай 250, я могу 500 дать. Потому что я чувствую, что у него, он с любовью подошел ко мне, не так вот, не хочет меня обогрась, понимаете? У него есть терпение, у него есть любовь, он подошел правильно, он поставил песню, папа, папа, ты душа моя, сперва песню ставит, а потом уже подходит. Это правильный подход, он расположил мое сердце и говорит, пап, а ты мне дашь 250 рублей? Я говорю, на, сынок, 300. Получает больше, о чем помышляет и просит, это Ефесянам 3.20, откройте. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы тоже должны Бога располагать. Мы тоже должны просто делать так, чтобы Он понял, что мы Его дети. Мы тоже должны терпение, Господь, что бы ни случилось, все, я просто уповаю на Тебя, я сдаюсь, Господь, все, буду лежать, спать, отдыхать, потому что я знаю, Ты услышал мою молитву, и Ты верный Бог, и я получу больше, чем я ожидаю. Аллилуйя! Аминь! Посмотрите, а то, тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего. Господи, исцели, Господи, помоги, спаси моего сына, или мою маму, или любую, что хотите, молитесь. Если ваше расположение перед Богом нерелигиозно, представляете, если сын мой приходит ко мне просить деньги с бумажкой. Папа, Ты самый всемогущий Папа на этой земле, потому что я знаю, что Ты сотворил это все. Ты женился на мою маму, чтобы я родился. Я скажу, сынок, это ты болеешь? Я температуру проверю. Я говорю, да порви эту бумагу, нормально говори, мы живые люди. Вы понимаете? Посмотрите, и когда правильно подходим с таким упованием, терпением, с благодарением, всегда есть великое воздаяние. И знаете, что когда мы молимся, и когда мы терпим, и получаем это великое воздаяние, радости, море. Смотрите, может сделать, потому что не надо сравнить. Если ты просишь, чтобы покаялся сын, ты знаешь, что покаятся сын, его друзья и его всех знакомых. Несравненно больше. Посмотрите, всего, чего мы просим или о чем, что делаем? Помышляем! Аллилуйя! Давайте пойдем в книгу Бития. Мне понравилось, вчера мы были там в Битии немножко. Вот знаете что? Чтобы Бог кого-то благословить, кому-то все равно что-то дает. Вот, понимаете, мы должны понимать, почему это так? Почему это так? Потому что Бог хочет мне благословить. И если, могу потерять? Могу потерять, если я не буду бодрствовать. Посмотрите, Бития, 41 глава. Фараон, этот человек такой интересный, ему вообще ничего не интересовало, ему ничего не нужно было. Но он увидел сон. сон увидел. Он увидел сон и удивился. Как это так? Вышли из реки с первого стиха. 41,1, да. Ну, или второй, я уже не помню. То есть, он увидел сон, что вышли таких семь тучных коров. Конечно, как фараон обрадовался, думал, это конечно. А потом вышли и паслись в тростнике. А потом вышли семь худых, тощих коров и съели этих полных. Ого! Это что? Он встал. Он сказал, нет, это не так. Надо еще раз спать крепче, потому что надо исправить этот сон. Как-то не получается. В голове не помещается. Он уснул и увидел пшеничное колосся. Неполные, здоровые и другие неполные. И эти тоже съели. Он засмутился. Есть, да, там колосся семь колосся в тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Первый раз не понял, что это сон. Вот второй раз четко он понял, что это сон. И собрал всех своих опять-таки колдунов, чародеев, гадателей. Но у Бога на них не было планы, братья и сестры. Фараону это вообще не касалось, потому что он никогда не нуждался в хлебе. Когда Иосиф открыл житницу, фараон не пришел к нему. Фараон не нуждался в хлебе. Здесь был план Божий, чтобы поднять Иосифа. Этот сон не был для фараона. Этот сон был для Иосифа. Почему Бог дал дар Иосифу истолковать с ней? Если бы Иосиф имел бы другой дар, например, дар чудотворения, фараон бы утром был вот таким. Иосиф пришел бы и чудом его освободил. Но у Иосифа был дар, у Иосифа был дар истолковать с ней. И фараон увидел сон, собрались все, говорят, не знаю, почему, Бог закрыл от всех. Никто не мог истолковать этот сон. И здесь в Иночерпе, по-моему, вспомнил свои грехи. Что он был в тюрьме и там был молодой еврей, у которого терпение мама родная. Упование и терпение просто такого нету. Понимаете, если мы возьмем жизнь Иосифа и мы увидим его сразу вторым человеком фараона, это будет ошибочно. Мы упустим тот путь, который он прошел до этого, пока стал помощником или вторым человеком фараона на этой земле. Он прошел некоторый путь, у него было терпение, он попал в тюрьму, ни одного слова ропота. Тут же, вот знаете, что есть такой очень такой интересный момент, когда говорит, не можешь остановиться, надо возглавить. Иосифу был принцип, если я куда-то приду, я не хвост, я глава. Если я сейчас в тюрьме, то здесь я должен быть с головой. Если я сейчас в доме Патифара, я там должен быть с головой. Почему? Да посмотрите, что говорит этот человек потом Иосифу, по-моему, это уже 38 стих до 44, он говорит, найдем ли мы человека, в котором дух живого Бога. Вот принцип Иосифа, он все время ходил в духе, у меня есть про него одно проповедь, свободный раб. Вы знаете, он был свободнее, чем Патифар, он был свободнее, чем жена Патифара, он был свободнее, чем начальник тюрьмы, он был свободнее, чем фараон. Почему? Потому что, когда фараон говорит, я слышал, что ты умеешь гадать, истолковать сни, он говорит, да нет, фараон, это не мое. Это Бог дал мне. Слушай, это твой шанс, ты же можешь потерять. Он мог сказать, слушай, но если Бог дал, тогда иди, и от твоего Бога не принимал, или там еще что-то. нет. Но он искренне сказал, мне понравилось, когда была такая ситуация, и у нас Розанна обещала одному человеку отдать несколько стаканов. И получилось так, что один стакан она поломала. Она говорит, я сейчас ей буду, я говорю, слушай, ну скажи, что там столько штук, несколько, нет, это духовно, здесь есть тайна. надо сказать четко, как получилось. Вот оно что, вот искренность, вот где упование, где доверие Господу. Я поломала, как я могу сказать, что там 4 или 5 штук было? Мне надо писать, знаете, я один стакан поломала, не могу вам отправить, у меня 5, если хотите, отправлю. То есть это и есть честность, это и есть то упование, которое Богу, ты перед Богом ходишь правильно. Вот Иосиф ходил не перед людьми, Иосиф ходил перед Богом тем, что он сказал, это не мое, фараон, это Божие. Это Бог дал мне, это не мое, это Бог дал мне. И он говорит, вы понимаете, когда он истолковывает, говорит, у каждого человека, у каждого человека, запомните, есть эти 7 коров в жизни, которые тучные. У каждого человека в жизни есть эти тощие коровы, худые коровы. Иногда здесь обогашаешься, иногда это ворует и кушает то, что, но какое твое состояние перед Богом, о чем ты переживаешь, Богу не важно, сколько ты имель, сколько потерял, сколько пришло, сколько ушло, Богу это не важно, Богу важно твое сердце, потому что он может тебе через это очень сильно подняться, аллилуйя. Аминь. И посмотрите, он говорит, найдем ли другого человека, в котором есть Дух Божий, вот о чем нам надо заботиться, что иметь Духа Божьего, посмотрите, и это понравилось, дальше 40, да, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, после чего он сказал, после того, как он исталковал сон и дал решение этой проблемы. Теперь поставьте человека хорошего, умного, который бы собрал весь урожай, 7 лет собрал весь урожай, чтобы потом, о ком думал Бог? О ком не мог бы это же самое сделать там, где жил Иосиф? Не смог бы. Здесь нужен был власть. Здесь нужен был такой, если бы они имели хлеб в израильском народе, а фараону было голод, они бы напали на них и отняли бы это. Здесь должен был быть такой власть, чтобы имел авторитет по всей земле. И Бог дал эту власть. Он дал эту власть Иосифу, но после того, когда он смирился. Я услышал такое понимание, что Бог свое лучшее хранит в сейфе. Иосиф был в сейфе живого Бога. Это самое драгоценное, которое было у Бога в то время. И Яков там страдал, но Бог не ходил Якову, не говорил, где Иосиф. Почему? Яков бы помешал. Вы знаете, иногда Бог убирает из нашей жизни людей, чтобы они нам не мешали стать. Стать тем, кем хочет Бог, чтобы мы стали. Иногда нам приводит Бог людей, которые нам помогают стать тем, с кем мы должны стать. То есть это виночерпие, который находился в тюрьме. Он говорит, слушай-ка, и когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне. Он пошел и забыл. Нигде не написано, что Иосиф злословил этого человека. Он не сказал, ох, сколько я хорошего сделал тебе. Благодаря моему истолкованию сна ты остался живой. Ну же ли ты? Отправьте кто-нибудь идет в город, мы можем какое-нибудь письмо написать, напомнить. Нет, он терпеливо ждал. Он же понимал, да скоро кто-то из вас все равно увидит сон. А у меня этот дар есть. Все равно вы придете ко мне, потому что мой Бог, Он знает, как двигаться даже. А я просто терпеливо буду ждать. Я просто буду уповать на моего Бога, уповать на то обещание, которое Бог дал, что все придут и поклонятся передо мною. Я буду это ожидать. Хотя годы идут. Ни жени нету нормальной, ни жизни нету нормальной, ничего нету. И вдруг за один день и власть, и жена, и сразу пошло прорыв. Потому что терпение великое воздаяние. И лучшую жену религиозную пришло с Иосифом там поработать, наверное. Но вы понимаете, братья и сестры, здесь основа делается на дух, который на Иосифе. Не саму личность Иосифа прославился, а тот дух, который был на нем, дух прославился. И через это прославился Бог. Понимаете, это очень важно, и это мощно, и это четко. Халлелуя. Поэтому хочу сказать несколько моментов, чтобы вы запечатлили внутри себя это. Не имеет значения, вот я написал вот тут такое, не имеет значения ничего, если ты находишься в Его воле. В тюрьме ты, трудности, ты уже оклеветали тебя, что бы ни сделали, если ты в Божьей воле, не имеет значения ничего. Если ты находишься в Божьей воле, только, понимаете, как, мы должны понять эту волю, потому что многие, не понимая воля, свое желание выдают как воля Божья. Нет, если ты в воле Божьей, спи спокойно, скоро кто-то увидит сон. Про тощий хоров. И посмотрите, всегда вот это состояние человеческое, где-то настроение упало, где-то колосья, где-то нету ничего, где-то избиток, где-то мало, но здесь очень важно, что хочет Бог сказать. Почему? Потому что, знаете, мы как мудрее люди, потому что на каждого из нас есть Дух Святой. Мы должны иметь запас. Не просто запас денег, не просто, это тоже хорошо, это нормально, когда есть какие-то нички, и ты когда надо достаешь, но есть еще другой запас, запас масла. Вы знаете, и потому что есть момент, когда ты чувствуешь, твое масло уходит просто, есть момент, когда ты видишь, что твое слово уходит, потому что там были коровы, это корова масло дает, молоко, а из него делают масло, аллилуйя, и колосья, это хлеб, иногда ты чувствуешь, что ты отдал, 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 как будто хлеба у тебя не осталось, иногда масло, но посмотрите, Бог говорит, идет время, чтобы нам не сказали, идите покупайте у продающихся, нет, у нас должно быть масло, чтобы светильники горели, вот как раз это тот момент, который Иосиф показал нам, пока изобилия, нету гонения, посмотрите, один вирус, уже все замешались, а у кого было масло, те остались, пришло время испытания, те, которые набрали масло, тогда, когда было все хорошо, когда у тебя хорошо, набери это масло, не растачивай, набери, 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 выливай, выливай, пусть это придет, 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 пусть твой дух будет такой жирный от масла, чтобы как бы от тебя не питались, все равно масло осталось, и мудрость, знаете в чем мудрость, Иосиф там, когда он начал раздавать, он не был наполнен духом гуманизма, он был наполнен духом святым, поэтому он не просто раздавал, он продавал, понимаете, это тоже важно, когда есть внутри нас это богатство, есть внутри нас это масло, мы не можем просто расточать, мы должны мудрить, посмотрите на Марию. Она все это слагала в сердце своем. Хотя эта женщина, я удивляюсь просто, как может у женщины быть такой характер, когда она не говорила об этом, а все слагала на свое сердце тихо и морще. Понимаете? Второе, что я хочу сказать. Значит, первое, не имеет значения ничего, если ты находишься в Его воле. Поймите, что такое воля Божия, которое благая, угодная и совершенная. Поймите, лично для тебя, какое воля Божия. Потому что, если ты не будешь волей Божией, если ты будешь купаться даже в золоте, у тебя никогда мира не будет. А если ты будешь волей Божией, ты будешь даже вот где-то на коврике спать, но у тебя будет ликование, радость и мир. Аминь. Это очень важно, братья и сестры. Смотрите. Второе, очень важно в этой проповеди, часть в нашем уповании и терпении, это страх Господень. То есть, страх Господень, это залог мудрости и успеха. Страх Господень, это залог мудрости. А без мудрости масло не соберешь. Иосиф был мудрым человеком, и успехов. И третий, полное доверие Слову Божьему. А чтобы доверять Слову Божьему, надо читать Слово Божие. Чтобы доверять Богу, надо читать Его Слово. Слово Божьему доверять. Говорить Слово – пройдешь. Скажи, пройду. Говорить Слово – люблю. Люблю. Это же тоже послушание. Веришь – верю. Уповаешь – уповаю. Веришь – да, Господи, но помоги моему не верю, сын исцелился. Посмотрите, какой верный Бог. Да, верю, Господь, но помоги моему не верю. Но надо быть искренним. Как однажды Исаак подошел ко мне, говорит, папа, вот деньги тебе. Он деньги принес мне, представляете? Говорит, купи мороженое мне, Моисею и маме. И что не хватит, добавишь. А я смотрю, там пять штук по десять копеек. Но это же тоже вклад. Это первый взнос. А ему было, по-моему, четыре или три годика, или пять лет было ему. Но он уже понимал, что что-то надо отдать, чтобы что-то получать. А это доверие. Потому что он не пришел к дядю какому-то. Он знал, он понимал, он идет к отцу. Он точно добавит. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы мы в своем духе приняли этот момент, что доверять Слову Божию – это вот этот. Господи, вот у меня есть. Есть чуть-чуть. Я сегодня молюсь, я говорю, Господь, ну, проходя вот эти ситуации, у меня нету ссыли, Господь, поститься. Дай мне ссыли поститься. Вот сегодня утром, буквально во время молитвы, я говорю, если ты не дашь ссыли поститься, я не смогу. Мне хочется кушать просто. А если ты дашь ссыли, я могу поститься. Господи, у меня… Ты дай, Дух Святой, дай мне ссыли молиться. Потому что если ты не дашь ссыли, это и есть масло набирать. Это и есть полностью упование и зависимость от Господа. Я не смогу молиться. Я не смогу устроить свою жизнь, Господь, если ты не поможешь. Потому что моя жизнь в тебе, она сокрыта в тебе. Аминь. Напишите эти три момента. Ладно, чуть-чуть об уповании поговорю. Упование – это проявление веры. Упование – это проявление веры. Смотрите, я тут что написал? Опасность в том, что когда мы оставляем упование, то весь процесс останавливается. Мы верим, 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 а потом оставляем упование. Весь процесс останавливается, братья и сестры. Приходится все начать с начала. Я говорю, откровение написано, вспомни, откуда не спал. Покайся и вернись. То есть начни этот путь опять. Поэтому хочу, братья и сестры, чтобы мы внутри понимали. Мне сказали, если помолитесь за обновление, будет очень хорошо. Если кому-то нужно обновление, я хочу, чтобы мы, понимая это слово, принимая это слово, которое Бог говорит к нам, Бог говорит к церкви, чтобы мы понимали, что хочет Дух Святой лично от тебя. Твое личное упование. Христианство – это не массовое движение, это массовое движение, но на небо попадаем мы, каждый лично своей верою. Аминь. Если у тебя нет личной своей веры, попроси у Господа, начни двигаться. Однажды мне спросили, что такое, почему ты так веришь? Я говорю, потому что моя вера меняет меня. Вера, которая не меняет ни других, а меня, в первую очередь, это мертвая вера. Вера, когда меняет меня, это живая вера, потом начинает меня с других. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы мы имели это понимание, что я своей верой ухожу перед тобой, Господь. Мое упование, мое терпение, и я ожидаю великое воздаяние. Не просто я живу, потому что вот один брат, он ходил в церковь с женой, он брал сумку своей жены, приходили вместе, сидели, обнимали, улыбались, жили. А потом жена умерла. Они были старенькие. Мужа не стало в церкви. Я тогда был районным пастором. Мы приехали с пресвитером к нему домой, чтобы узнать, почему он не ходит в церковь. А он говорит, а зачем ходить в церковь? Я же ее приводил. Все. Вера закончилась. Радость закончилась. Он жил уже обычной жизни мужской. Почему? Потому что он не познал. Бог не был его лишним Богом. Откуда у него будет упование, если у него Бог не его Бог? Откуда будет у него терпение, если он не доверяет Слову Божьему? Откуда будет? Поэтому моя задача, братья и сестры, мои драгоценные люди, посмотрите, если у вас будет своя вера, вы всегда будете ходить в победе. И все скажут, на этом человеке дух живого Бога. Аминь. Поэтому, если кто хочет обновиться, давайте встанем те, которые хотят обновиться. А все остальные оставайтесь сидя. Вы будете за них молиться. Халлелуйя. Дух Святой. Ты видишь, Господь, это вера. Мы хотим, Господи, чтобы про нас было такое свидетельство, что в этом человеке дух живого Бога. Такой человек, у которого внутри дух живого Бога, он смел, как лев. Праведник смел, как лев. Посмотрите, его вытащили из тюрьмы, переодели, дали другие одежды. Но он ставил перед фараоном не как трус. Он не дрожал перед фараоном. Мне нравится, когда Божьи люди становились вот такими, перед такими людьми. А он не дрожал перед фараоном. Он сказал, фараон, сон, который ты видел, такой, такой, такой. И да усмотрит фараон. Он начал диктовать фараону. Понимаете? Если фараону сказать слово лишнее, и если фараон скажет, стоп, все, это смерть. А он смело начал говорить, пусть в этом обновлении придет смелость. Пусть в этом обновлении придет помазание и сила Духа Святого. Пусть в этом обновлении придет огонь и сила Духа Святого. Пусть в этом обновлении придет понимание, что есть великое воздаяние. Только надо оставаться до конца верными Богу. Аллилуйя! Дух Святой, я молюсь, обнови, Господь, людей. Обнови моих братьев и сестер. Обнови нашу жизнь, Господь. Обнови наше упование. Обнови наше терпение. Дай долго терпение, Господь. Дух Святой, Ты написал в Библии, что и пророчество замолчит, И дары остановятся. Но любовь, вера и надежда останутся до конца с нами. Дух Святой, помоги, чтобы в этом обновлении Основа была любовь. Вера, двигающаяся любовью. Во имя Иисуса Христа. Чтобы было полное упование, полное терпение. Благодать на благодать. Любовь на любовь. Вера на веру. От славы к славе. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю церковь. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю братьев и сестер. Наполни их сердца любовью. Наполни их сердца упование. Наполни обновение. Убери всякий страх. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебе, Отец. Воздаем Тебе всю славу и честь. И все сказали Аминь. Слава Богу, воздай Богу велику славу. Отец. Продолжение следует... Отец. 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 Продолжение следует...